Врач-кардиолог Оксана Ефимова работает в неврологическом отделении, но на время пандемии перешла на передовую борьбы с коронавирусом в инфекционный госпиталь. Защитный костюм надевает за считанные минуты. Работать в спецодежде уже привыкла, только так можно помочь больному. Ощущение надежности самое главное. Немножко жарковато, конечно, но все-таки самое главное это защита. В больнице имени Середавина создан месячный запас средств индивидуальной защиты. Это костюмы, респираторы, маски, шапочки, бахилы, халаты. Ежедневно в смену на дежурство выходит порядка 700 сотрудников. За безопасность работающих в инфекционном госпитале отвечает специальная служба. По обязанности экспертов входит обеспечение сотрудников, работающих в красной зоне. Запасы защитных костюмов пополняются. В больших картонных коробках необходимая для медиков экипировка. Защитные костюмы, без которых выезд врача скорой помощи к больному коронавирусом недопустим. Средства индивидуальной защиты – самый востребованный расходный материал в больницах. Чтобы их хватило, необходимо постоянно пополнять запасы. И вот новые партии – 200 штук. Расход, к сожалению, довольно большой пациентов, потому что много. И из дома звонят, и из больниц перевозить переходятся. Поэтому бригады экипированы, как минимум медицинские работники одеваются. Водители сейчас из РТ скорой помощи в основном у нас присутствуют. У них свои средства защиты. Это суточная наша норма. Огромное спасибо за это. Сутки будем жить спокойно. Поставщик гуманитарного груза «Единой России», который проводит акцию «Спасибо врачам». Акция проводится в девяти регионах страны, которые наиболее эффективно проводят противоэпидемические мероприятия. Очень важно сказать слова спасибо медицинским работникам, но вместе тем позаботиться об их здоровье. А защитные костюмы, средства индивидуальной защиты – это и есть залог здоровья наших медицинских работников. Потому что они первыми встречаются с этой инфекцией. Уже сегодня врачи и фельдшеры поедут на вызовы в новых костюмах. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События.